В памятные дни воссоединения Крыма с Россией наши художники не остались в стороне. В здании района администрации на втором этаже открылась выставка «Крымская весна». Ее создатели – члены Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья Анастасия Артемьева, Александр и Иван Пщеничниковы. Это выдающиеся люди, которые зарекомендовали себя на общероссийском пространстве. О концепции выставки рассказал ее куратор и идейный вдохновитель Ольга Винтер. Наши художники пишут не только прекрасную нашу Одинцовскую землю, но они регулярно путешествуют. И, конечно, как художник, он всегда с учебником, всегда с альбомом, всегда с толстом, и всегда пишет, рисует. Вот, поехав отдыхать вроде бы в Крым, люди привезли оттуда такую серию акварелей. На полотнах можно заметить особое отношение авторов к весне в Крыму. В экспозиции морские пейзажи, корабли, а также цветущие деревья. Как отметили пришедшие на выставку гости, эти работы дышат весной, и, глядя на полотна, ощущается запах цветущих деревьев и шум прибоя. Так что хочется сразу в отпуск. Ирина Ватрунина считает, что искусство всегда отражает эпоху. Конечно, такое событие в истории нашей страны, как воссоединение Крыма с Россией, не может обойтись без участия художников, поэтов, музыкантов, их отношения к этому событию. Соведующий Одинцовским историко-краеведческим музеем Светлана Раханова считает, что выставка в точности передает атмосферу и философию полуострова. И если в Крым хоть однажды приезжали художники, поэты или просто творческие люди, они не могли не признаться в любви к полуострову в своих произведениях. Это удивительное и прекрасное место. Это древняя земля, древние обычаи. И радостно, что пять лет назад жители этого полуострова сделали свой выбор. Они его сделали и идут радостно по этому пути. Выставка картин «Крымская весна» будет работать до 25 марта включительно. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...